Чего боялись, то и случилось. Жители Брусилова несколько дней назад стали свидетелями ДТП, в результате которого больший груз вылетел на тротуар. Лишь по счастливой случайности под колесами грузовика не пострадали дети. Это ЧП стало жирной точкой в терпении жителей микрорайона. Наш телеканал уже рассказывал о состоянии тротуаров и организации дорожного движения на улице Оснобрюкской. По просьбе людей возвращаемся вновь к этому вопросу. Жители Брусилова долго ломали голову, что должно случиться, чтобы наконец-то на улице Оснобрюкской сделали дорожное движение безопасным и для водителей, и для пешеходов. Дождались, признаются граждане. Только случилось то, чего боялись. ДТП. Столкнулись с легковушкой больший груз. В результате грузовик оказался на ничем не защищенном узком тротуаре. ДТП было. Как раз у меня старшая дочь из школы возвращалась. Я думаю, многих оно шокировало в какой-то степени. Когда автомобиль тяжелый достаточно вылетел на эту пешеходную зону, и еще раз это показало несовершенство всей вот этой системы. Лишь по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. По словам очевидцев, люди успели уйти с тротуара буквально за пару минут до столкновения. Молодые мамы седают. Тропинка – это своего рода дорога жизни. Она внушает куда больше доверия, чем тротуар. Где не то, что две коляски с трудом разъедутся, но и два человека не разойдутся. Пройти, в принципе, двум-трем людям встречно абсолютно тяжело. Приходится спускаться с тротуара. Машины проезжают так близко, что ощущение, что они сейчас тебя столкнут с этого тротуара. Приходится спускаться рядом с тротуаром, проходить по траве, по обочине. Вот тропинка уже вытоптанная. Впрочем, на этом большие проблемы маленького тротуара не заканчиваются. Местные жители, безусловно, жалуются на узкие тротуары. Но мало того, что они узкие, так они еще и начали разваливаться по кирпичикам. Как удалось уложить плитку на колдобины, удивляются жители высоток. Видимо, работали профессионалы, опираясь на новые технологии и стандарты. Подходит ли этот аргумент, чтобы оправдать качество дорожек, которые обрываются в самый неподходящий момент у глубоких луж? Особенно страшно с детьми вечером, потому что машины едут. Здесь очень опасный поворот, узкий. И у нас получается, что либо обливают себя водой, и самое страшное, когда дети ходят. Вот, кстати, если они вдвоем узкие, машины едут очень близко, то есть и ребенка могут избить, и все что угодно. И ребенок также перебегает, потому что тоже мало пешеходных переходов. Перейти дорогу здесь невозможно. От пешеходного до пешеходного почти километр грязи и колдобин. Приходится рисковать. Около месяца назад наша съемочная группа выезжала на улицу Снабрюкскую. Тогда же в администрацию города был направлен запрос. Жителей, соответственно, нашу редакцию интересовало, будет ли сделан подобающим образом тротуар и появятся ли там пешеходные переходы. Чиновники ответили так. Что касается дополнительных работ, то это возможно в перспективе при наличии финансирования и в рамках капитального ремонта, а не текущего. Такой расклад брусиловцев не удовлетворил. Отправили в четыре инстанции обращения по поводу того, что у нас такая проблема. Просим как-то ее исправить. Просим оборудовать тротуары, как положено по ГОСТу, чтобы было ограждение металлическое, которое препятствовало бы заезду автомобилей на тротуар. Чтобы расстояние соответствовало нормам, стандартам, так, чтобы можно было проходить людям и не толкаться. По словам инициаторов, четыре обращения подписали более 200 человек. Эти бумаги были отправлены лично гражданами в городскую администрацию и в УМВД России по Твери и в УГИ БДД. Наш телеканал по просьбе жителей отправил повторный запрос чиновникам. В настоящее время силами муниципального унитарного предприятия «Жилищный эксплуатационный комплекс» проводятся мероприятия по устройству временной дорожки из асфальтового бетонного гранулята по улице Оснобрюгской. В следующем году, в 2021-м, планируется устройство уже полноценного пешеходного тротуара вдоль улицы Оснобрюгской. Как говорится, нет ничего постояннее временного. Станет ли безопаснее в Брусилове в следующем году и найдется ли финансирование вне рамы капитального ремонта? Наш телеканал будет следить за развитием событий.